Священный лазарет на острове Мальта, который построили рыцари ордена святого Иоанна для ордена и для паломников в святую землю, работают здесь несколько столетий. Теперь здесь практикуется исцеление музыкой на ежегодном Мальтийском музыкальном фестивале. Кроме того, в нашей программе о театральном деятеле из поколения ушибленных идеями Станиславского, как он сам его определяет, и который в театре, созданном Станиславским, является теперь первым лицом. Сергей Женовач был назначен, теперь представлен и вот приступил. О том, как выглядел в стародавние времена пропущенный вызов, а возможность быть на проводе, быть в курсе событий, долго оставалось признаком роскошной жизни, в столице открылся музей истории телефонов. О том, какое кино следует признавать наилучшим, с точки зрения жюри 40-го Московского международного кинофестиваля, победители выявлены и награждены, российские режиссеры и зарубежные актеры. Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, воскресным вечером. Здравствуйте. И начнем с того, как может выглядеть начало пути в большое искусство, в большую музыку, музыку для миллионов. Денис Мацуев открывает «Грампиано» – второй международный конкурс пианистов не старше 16 лет. И при этом он уже объявил накануне, что это будет битва титанов. Концерт открытия конкурса начинается в эти минуты в Большом зале историчной консерватории. А наш корреспондент Анна Галинская начинает следить за ходом событий. Мы находимся возле консерватории. Только что началось открытие «Грампиано Компетишн». Солируют победители первого конкурса Александр Малафеев и Сандра Ниберидзе. В 2016-м «Гран-при» разделили двое пианистов, но за два года подросли новые таланты. В этом году самая юная участница 10 лет, самому старшему 16. Для детей эта разница в возрасте огромна, но в музыкальном мире может и не почувствоваться. Ведь главное, конечно же, это мастерство. Незадолго до начала концерта мы встретили конкурсанта из Москвы, 12-летнего Егора Апарина. Он нам рассказал, что целый месяц не ходил в школу, потому что каждый день занимался по 8 часов без выходных. Ну а сейчас рядом со мной стоит основатель и художественный руководитель «Грампиано Компетишн» Денис Мацуев. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. 15 человек отобраны на первый тур, и все они пройдут во второй тур. Довольно необычные условия для соревнований. С чем это связано? Условия соревнований, на мой взгляд, здесь, конечно, это конкурс, но, на мой взгляд, больше здесь подходит атмосфера фестиваля и домашняя атмосфера. У нас сито заканчивается, отборочная сито заканчивается на этапе видеоотборов. Поэтому могу сказать то, что сейчас у нас начинается битва титанов, как мы называем, потому что те 15 человек, 15 счастливчиков, которые гарантированно играют и сольно, и с оркестром. Также гала-концерт лауреатов, по итогам которых мы вручаем гран-при. Я много раз сегодня говорил о том, что на самых ведущих, самых знаменитых конкурсах есть дилемма, давать ли первую премию. У нас не то, что такой дилеммы не было, мы могли дать даже три гран-при, понимаете, потому что невозможно разделить вот тот уровень, который был тогда. И сейчас по итогам вот этих видеоотборов могу сказать, что этот уровень даже повысился. И это просто феноменально. Ну то есть первое, второе, третье места прислаждаться не будут, только гран-при. И складывается, премии получат все конкурсанты, и также их педагоги. И ощущение, что это благотворительный конкурс у вас. То есть вы просто выявляете лучше к своем деле. Вы знаете, на мой взгляд, конкурс, конечно, в взрослой жизни им не обойтись без конкурсов. Но сейчас я очень ранимо и тонко отношусь к тому, что кто-то не пройдет. Вот для меня это очень всегда обидно, тем более с таким хрупким, тонким организмом, как дети. Хотя детьми уже их не назовешь, потому что многие из них уже опытные гастролеры. Но представить и России, и миру, потому что мы транслируем и канал Культура, и канал Медичи транслируют по всему миру. Представить эту россыпь этой команды, это уникально. Это поколение беспрецедентное, я об этом много раз говорю. Не по годам зрелое, потому что если не смотреть на картинку, полное ощущение, что играет какой-то сложившийся глубокий музыкант. И я верю в это поколение. Конечно, невозможно предсказать, что будет через 10 лет, понимаете. У каждого своя дорога, у каждого свой путь. Но я им говорю, у вас все будет хорошо. Вот сегодня у вас есть успех, а завтра с утра вам нужно идти и заниматься к вашему инструменту. И так будет каждый день, поверьте. Ну что ж, победители, имена победителей мы узнаем 5 мая. Тогда состоится церемония награждения и большой концерт. Претендентов на участие в этом конкурсе было великое множество. Даже из Танзании пришла заявка. И так как Гранд Пиано открыт, теперь расскажем об одном из важнейших закрытий этой недели. Завершился 40-й Московский международный кинофестиваль. Награды распределены. Лучшие кинематографисты обласканы, восторги выражены. Одним из победителей кинофорума следует объявить им месяц апрель. Это не название фильма, а собственно апрель, который упоминался в разговорах не реже имен и картин участников. Как он хорош, как он свеж, как надо бы в фестивале в нем и оставаться. Кинопоказы фестиваля в этом году не уступали прежним по численности зрителей. По подсчетам Никиты Михалкова просмотровые залы посетили больше 50 тысяч киноманов. А в среде журналистов некоторые фильмы вызывали настоящий ажиотаж. Вот так, скандируя, публика требует открыть еще один зал и показать там конкурсную картину с провокационным названием «Ню». В один зал все желающие просто не поместились. Этот иероглиф «Ню» на китайском означает всего лишь корову. И все-таки фильм об этом, о «Ню». В главной роли сама режиссер, китаянка Ян Гэ, живущая в России. Спасибо Россию и Китаю, чтобы научила меня быть сильнее и дал мне больше понимания, чувства о людей, о жизни, о искусстве. Фильм «Ню» получил специальный приз жюри, потому что главное в нем не поиск любви, а поиск смысла жизни и чужеземный взгляд на Россию. Происходит то, что Шкловский называл остранением. Реальность становится странной, увиденной другими глазами. И это иная призма, иные линзы, другой совершенно взгляд вообще. И Ян Гэ, она китаянка, и в то же время она ученица Сергея Соловьева, участница шоу «Голос», актриса театра «Секрилла Серебренникова». Она и наша, и не наша. И фильм именно про это. Такие фильмы всегда в фокусе внимания. Отборочная комиссия за ними следит. А вот менее экзотичным участникам иногда приходится поработать самим, чтобы их заметили. Рашид Маликов, режиссер из Узбекистана, привез для участия в полнометражном конкурсе картину «Стойкость» о бывшем капитане советской армии. Для того, чтобы показать отборщикам свою работу, он отправил ссылку на свой фильм через фейсбук Стасу Тыркину. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот существует целая киноиндустрия. Дело в том, что я снимал фильм на киностудии «Узбекфильм» и при компании «Узбеккино». К тому моменту, когда я снял, там просто напрочь отсутствовали какая-то служба, которая могла бы отвечать за это. Ну и мы с Стасом дружим, поэтому я просто отправил ссылку и произошло. В результате картина «Стойкость» получила приз жюри российской кинокритики и удостоилась специального упоминания жюри Федерации киноклубов России с формулировкой «За проникновенное отражение эхо далёкой войны в реальной судьбе человека». Мы хотим, чтобы кино было живое, чтобы в нём был новаторский элемент, чтобы оно не повторяло общие употребительные приёмы режиссёрские, чтобы оно не было банальным и чтобы оно, в общем-то, ещё говорило о тех странах, которые мы представляем, чтобы оно было репрезентативно по отношению к кинематографии этих стран. В этом году на Московском кинофестивале было представлено две картины из Якутии. «Счастье» в короткометражном конкурсе и «Царь-птица» в конкурсе полного метра. Якутское кино молодое и очень яркое. Самобытное, оригинальное, неформатное, снимаемое исключительно для зрителя. Оно привлекает внимание и критиков, и отборщиков. Фильм «Царь-птица» о старике и старухе, приютивших орла. Неизвестна была судьба фильма. Денег не было, как и да. И вот Сардана Савина, промоутер наш, она отправила в Московской отборочной комиссии, и они сказали, что какого-то числа вы сможете закончить этот фильм. Спросили. Мы спешник, быстренько сделали. Фильм «Царь-птица» получил «Золотого Георгия» и ещё раз доказал, что самое интересное российское кино сегодня снимают те, кто смотрит на Россию хотя бы немного, но со стороны. Остальные призы распределились следующим образом. Александр Кот был признан лучшим режиссёром за российско-армянскую картину «Спитак». Киран Чернок получил приз за лучшее исполнение мужской роли в новозеландском фильме «Заблудшие». Лучшие актрисы признали Джованну Мицаджорно, сыгравшую в итальянском фильме «Неаполь под пеленой». А «Серебряный Георгий» за лучший документальный фильм достался немецко-бразильской картине «Чистильщики». Зоя Апостольская, новости культуры. Сергей Женовач на этой неделе представлен труппе Московского художественного театра имени Чехова в качестве нового руководителя. Событие вполне знаковое, как и само назначение Женовача художественным руководителем МХТ, о котором было объявлено, напомню, 23 марта. И сразу же было оговорено, что труппа с новым руководителем познакомится по истечению 40 дней с момента кончины Олега Павловича Табакова. Ровно так и поступили. Вступление в должность состоялось в минувший понедельник. Сергей Женовач из-за дела взялся сразу. Одним из первых решений нового худрука стало возвращение Александра Боровского на должность главного художника МХТ. Кроме того, прозвучало программное, можно сказать, заявление нового руководителя художественного театра. Он пообещал продолжать дело Станиславского и делать театр живого человека. А студия театрального искусства, которую Сергей Женовач создал и который руководил с 2005 года, станет филиалом Московского художественного театра имени Чехова. Прошел месяц от назначения, а Сергей Женовач все еще огорошен, по его словам, резким поворотом в его жизни. Происходящее он расценивает как перемену всего образа его жизни, но подумывает, что в общем все к тому и шло. Говорит, что относит себя к поколению, ушибленному идеями Станиславского. Мы говорили с ним и о Станиславском, помимо прочего. Один из авторов этого театра, Михаил Булгаков, в театральном романе, про буфетчика он писал. Его не радовали деньги, которые платили за бутерброды. Его не радовало то, что он стоит в лучшем месте столицы, в независимом театре. Известен прототип этого театра, именно этот театр. И что вы скажете, вы теперь в лучшем месте столицы? Ну, наверное, наверное. В чем особенность этого места? Что значит лучшее место в столице? Ну, во-первых, это легендарный театр. И то, что мы говорим, намоленное место. Одно дело, когда театры придумываются, сочиняются, как какие-то центры для досуга, и когда вдруг возникают какие-то художественные идеи. Вот этот театр начинался с нуля, и в основе лежала художественная идея. И кто бы сюда ни входил, все люди стараются служить этой идее, так как они это чувствуют, понимают. Были разные времена, и для театральных людей это очень какое-то особое место. За этот месяц, что уже пришло нам в голову относительно ближайшего будущего МХТ? Месяца нету. Есть всего несколько дней, потому что меня представили труппи только 23-го, и вот 24-го числа, это четвертый день. Ну, нет, я еще приболел, к сожалению. Сейчас такой период вхождения в театр, потому что здесь очень много у меня друзей. Я работал в художественном театре. Здесь несколько лет назад была поставлена Белая гвардия. Здесь много есть и друзей, и товарищей, и воспитанников, и много ребят-гитисовцев. Поэтому я очень многих людей знаю. Сейчас самое главное, вот, понять ничего, не разрушив те планы, которые Олег Павлович вместе со своей командой сочинял. И они вам уже известны? Да, эти работы уже известны. Ну, сейчас в работе это спектакль Юрия Николаевича Бутусова, вот, по пьесе Аси Волошиной. Это сейчас вот готовится работа Дмитрия Анатольевича Крымова, Анна Каренина. Вот, и большой такой спектакль, сочинение Алмы Михайловны Сигаловой «Бал». Поэтому сразу ничего не произойдет, но начинается какой-то другой, какой-то другой этап, потому что Олег Павлович – это явление, это потрясающий, выдающийся артист, вот, потрясающий человек театра. Поэтому поповторить, и как-то уже будет сложно и трудно, потому что-то начнется по-другому. Вот, но главное – честно, искренне и в радость продолжать вот это творческое дело. Анатолий Берон Смелянский, по сути, летописец этого театра, писал об Олеге Ефремове, строитель театра, презирающий мелочи. И об Олеге Табакоеве, человек успеха, не может жить в состоянии неуспеха. Ваше отношение к неуспеху? Ну, Олег Павлович, он прежде всего артист, я еще повторюсь, великий, потрясающий. И для него обмен зрителями, со зрителями своей энергией, своими мыслями – это в основе важно, да, потому что сочинять спектакли, играть, не имея отклика, да, что такое, если так понимать успех, как отклик, как потребность приходить в этот театр, как потребность испытывать чувства аналогичные с персонажами, включаться, или какие-то могут разные, в том числе искать театр для зрителя и заниматься и поисковым театром. Конечно, это очень важный момент, если так это понимать. Может быть, должно быть жаль, что вы не актер? Ефремов актер, Табаков актер, Жанна вообще не актер. Вы знаете, я думаю, что этот театр, этот театр создавался, он режиссерский. И Константин Сергеевич, просто в тот момент не учились в режиссуре, но это режиссер. И Владимир Иванович, не мирович, значит, режиссер. И в этом театре легендарном работало очень много режиссеров. А значит, вы на месте. А значит, вы на месте. Я желаю вам успеха, вот такого, как вы преследовал Олег Павловича. Спасибо. Будем стараться. 29 апреля 1727 года родился французский балетный реформатор Жан-Жорж Новер. Он буквально взломал тогдашнюю европейскую систему балетных ценностей. Сам Новер заявил, что развил уродливые маски, я цитирую его, предал огню нелепые парики и на место рутины призвал изящный вкус. Именно дату его рождения приняли в расчет в ЮНЕСКО, когда в 80-х годах прошлого века объявили 29 апреля Международным Днем Танца. Праздновать его предлагается всем, кто желает, способом, выбранным на свое усмотрение. Можно, к примеру, изучить историю появления на свет одного из символов балета – пуантов. Давайте так и сделаем. Этой атласной туфельке скоро 200 лет. И хотя своему названию пуанты, обязанной французскому языку, появились они в Италии. Танец на кончиках пальцев изменил балет. А Мария Тальони, первая станцевавшая в них, навсегда вошла в историю. Тальони больше стояла в каких-то позах. Это был балет Сильфида. Может быть, какое-то легкое подбуре было. Но, естественно, это было не весь спектакль, это были какие-то фрагменты. А сейчас балерина, как одевает пуанты, и потом три часа – это и скачки на пуантах в различных позах. Это и какие-то ролевые. Принцип двух У – главный для примы большого Екатерины Шипулиной. Ноге должно быть удобно и устойчиво. От этого зависит легкость движений. Необходимо, чтобы пуант не был чем-то инородным, а как будто это было продолжение ноги, то есть вот как с перчатки на руке. Лет сто назад в пуантах танцевали Сильфит, Богинь и Фей. Сейчас любые партии. Круглую пробку в основании носка заменили крахмальным клеем, который пропитывает внутренние слои туфельки по форме напоминающей стакан. Жёсткий носок фиксирует ногу балерины. Танец на пятачке длиной от трёх до семи сантиметров – самый изящный балетный трюк. Кажется, что танцевать на пальцах легко, но грациозность стоит дорого. Разбитые в кровь пальцы, стёртые мозоли, травмы, изматывающие многочасовые экзерсисы. Для пуант разработана специальная техника, которая формирует стопу. Балерина должна быть воздушной, лёгкой, необыкновенной и устойчивой в то же время. Вы знаете, это как наши обычные обуви, в которые мы ходим с вами по улице. Для балерин это туфли, пуант. От ног французских балерин невозможно отвести взгляд. Самые изящные и чувственные. Этуаль опера-гарниет, так называют прим парижской оперы, Элизабет Плате, училась на французских, танцевала на английских пуантах. Измены это не считает. Саляви. Пуанты впечатляют зрителя, а балерине дают шанс вырасти, добавить сантиметров 10 и стать невесомой. Мы все выросли на гравюрах с Марией Тальони и Карлоттой Гризи, стоящих кончиками пальцев на цветке. Пуанты – самая недолговечная обувь. У Оксаны Кардаш, преми-балерины театра Станиславского и Немироича Данченко, уходит в год 30 пар. На спектакль берёт не меньше четырёх. Предсказать, как поведут капризные туфельки на сцене, невозможно. Всегда, когда выходишь на сцену, в спектакле обувь как будто бы меняется. Во-первых, софиты, они разогревают пластик. Этот, видимо, пластик разогревает пуанты, они становятся мягче или, наоборот, жёстче, когда холодно. В зале абсолютно по-другому они себя ведут, и поэтому постоянно нужно следить за ними. Процесс изготовления пуант долгий и кропотливый. В них 54 элемента. Атласный верх внутри проклеенной прокладочной тканью. Жёсткая подошва из натуральной кожи, место для пальцев в виде стакана. Это самая главная деталь, которая находится над пятачком. Его делают из шести слоёв наклеенной мешковины. Вклеивают в носок пуанта, который состоит из нескольких атласных слоёв. Главное здесь не испачкать клеем верх туфельки. Специальным молоточком, надетым на колодку, придают форму носка. Сушат 15 часов при температуре 55 градусов. Верх покрывают блестящим или матовым атласом. Вот ваши пуанты. Пуанты делают ногу балерины изящной и сильной. Заставляют держать равновесие и танцевать все эти невероятные аттитюды. Рабески и фуэте. Фуэте, как все положено, балерина должна крутить 32. Я иногда кручу чуть больше, в зависимости на репетициях, чтобы голова привыкала. Естественно, пуант влияет на это. Если он неудобный, ты будешь постоянно балансировать. То есть ты будешь искать ось внутри себя. Если он комфортный, то ты будешь стоять стабильно. Понятно, что в балете всё зависит от мастерства и таланта танцовщицы. Но сама она во многом зависит от невесомых туфелек, пуант. В переводе с французского это ещё и тучка, в которой сходятся напряжение, хрупкость и точность танца. Елена Ворошилова, Игорь Горбачёв, Андрей Тарасенко, Новости культуры. Жизнь артистов в балете невероятно тяжелая и моральная, и физическая. Даже проникнуть в эту профессию бывает непросто. Не то, что поступил, получил диплом, пошёл работать. Когда-то даже фамилия претендента могла поставить крест на профессии. Такое бывало. Балерина Мариинского театра Валентина Ганнибалова начинала танцевать в Средней Азии. И она вспоминает, как её отказывались принимать в хореографическое училище от того, что фамилия русская. А там готовят национальные кадры. В прошлом месяце Валентина Ганнибалова отметила юбилей. А в преддверии Международного дня танца разрешила нашему корреспонденту Юлию Кондрюковой провестись не один день. 11-й подъезд Мариинки – служебный вход. Всё, как 50 лет назад, когда Валентина Ганнибалова принимала охапки роз после исполнения главных партий. По знакомым ступенькам в синюю гостиную перед директорской ложей. Здесь и сегодня место встреч. Наш художник питерский очень известный. Наш питерский так Валентина Ганнибалова говорила не всегда. Родилась в Ташкенте, а танцевать начала довольно поздно, в 10 лет. Поступила в узбекское хореографическое училище. А потом, после землетрясения, в 1966 году приехала в Ленинград. Во время занятий класса усовершенствования её заметила знаменитая балерина и педагог Наталья Дудинская. И сказка о Золушке стала реальностью. После показательного выступления в балете «Пахита» Валентину Ганнибалову приняли в труппу тогда ещё Кировского театра. Это был отчётный концерт? Отчётный концерт, да. Где я упала и где замдиректора прискакал за кулисы. Сказала, пиши заявление. Она была первой исполнительницей четырёх новых в Кировском театре балетных партий. Танцевала и Одетту Садилии, Жизель, Офелию. Такую яркую и успешную балерину заметили и пригласили в кино. В фильме «Анна Павлова» она танцует за главную героиню. А в советско-американском киномюзикле «Синяя птица» играют роль воды на одной съёмочной площадке с Элизабет Тейлор. В морях, в ручейке будет вечно жива вода. А ещё талантливую балерину на всесоюзном конкурсе артистов балета заметил знаменитый реставратор Савва Ямщиков. Не устоял перед красотой хрупкой балерины и сделал ей предложение. Теперь в её квартире, как в мастерской художника, все стены увешаны картинами, полки ломятся от книг. А главным делом жизни стал ежегодный фестиваль искусств в Пушкинских горах. Радость открытия, которое она посвятила Савве Ямщикову. В Мариинке этим вечером Валентина Ганнибалова поздравляет с юбилеем одного из партнёров по сцене, Реджик Мората Абдеева. В подарок картина. Спасибо, родная. А можно вот так? Ну, я надеюсь, что я встану потом. Да, да, да. Ну, ладно. Теперь я встану. А теперь, Миша, помоги встать. Они танцевали главной партией в балете «Легенда о любви», который и этим вечером дают в Мариинке. Теперь в этих коридорах она гость. Нынешнюю труппу почти не знает. Перед спектаклем в программке ищет знакомые фамилии. Кристина Шапрана. Вот мне нравилось своё время вот эта девочка Шапран. Не знаю, как сегодня. Может, сегодня она будет или нет. Посмотрим. Всё такое знакомое. Даже декорации из балета те же. Спешит поддержать молодую балерину. Ганнибалова помнит, как эта поддержка бывает нужна. Молодец. Спасибо большое. Там два-три момента, которые я бы сделала замечательно. А в основном очень хорошо. После вечера воспоминаний дома тот же станок у зеркала. Спустя десятки лет её день по-прежнему начинается и заканчивается балетом. Юлия Кундрякова, Сергей Скоридов, Валентин Семёнов. Новости культуры. Санкт-Петербург. В этом году столица Мальты, город-крепость Валетта, наряду с голландским Лео Варденом, является культурной столицей Европы. Я напомню, титул этот переходящий. Он присваивается ежегодно по инициативе Евросоюза уже 30 с лишним лет. Культурная столица всегда старается сделать жизнь горожан и туристов максимально яркой и насыщенной. Но Мальтий стараться особенно не надо. Её культурная программа насыщенная и без названий, без назначений. Событий здесь каждый год масса. И в их ряду Мальтийский международный музыкальный фестиваль. Одно из центральных событий любого года. Музыканты едут сюда с великой радостью. Скрипач Максим Венгеров, например, говорит, что всегда представлял себе этот остров райским местом. И был рад убедиться в точности своего воображения. О нём и о других героях шестого Мальтийского музыкального фестиваля сообщает наш корреспондент Лидия Алёшина. Мелодии Средиземного моря, мальтийские пейзажи, средневековая архитектура. Идеальные декорации для музыкального фестиваля, которым живёт остров в эти дни. Утро начинается с пресс-конференции в Сент-Джулиансе. Потом все едут в столицу Мальты, Валетту, где проходят репетиции и концерты. У Максима Венгерова ещё и мастер-классы. Я всегда объясняю своим студентам, что смычок – это продолжение руки, а скрипка – это естественное продолжение души. Скрипач, дирижёр, обладатель премии Грэмми. Максим Венгеров на острове выступает впервые. На фестиваль привёз концерт для скрипки с оркестром Чайковского. В руках Венгерова скрипка «Страдивари» 1727 года. Не менее раритетный инструмент – тоже «Страдивари» и у Рэйчена, ещё одного титулованного участника Мальтийского международного музыкального фестиваля. 29-летний скрипач родился на Тайване, вырос в Австралии. Международное признание получил, став победителем конкурсов королевы Елизаветы в Брюсселе и Гуди Минухина в Женеве. Я играю морские пейзажи композитора Алексея Шора. Мальта – невероятно красивый остров. Берега Средиземного моря словно вдохнули жизнь в музыку композитора. Сочинение Шора сокровенное, самобытное, сочетающее традиции двух культур. За вдохновением к морю пришёл и участник трио имени Хачатуряна – скрипач Карен Шагалдян. В прошлом году он уже выступал на острове со своим коллективом. На этом фестивале с первого дня, чтобы не пропустить ни одного концерта. Одно из ярких событий фестиваля – мальтийский международный фортепианный конкурс. Отборочные туры проходили в 11 городах мира. Это был настоящий музыкальный марафон, который назвали «11 путей на Мальту». За путёвку на мальтийский конкурс боролись пианисты из России, Италии, Австрии, Германии, Японии, Армении. Для меня критерий только один – профессионализм и высказывание. Человек, который может высказаться и меня тронуть, человек, который может высказаться и меня захватить, и не отпустить. Прогулкам на острове предпочитают репетиции. Вот так, плечом к плечу, на электронных инструментах соперники оттачивают сочинения Бетховена, Баха, Шумана, Листа. Со стороны это напоминает этакую фабрику по производству классической музыки. Члены международного жюри за судейским столом проводят по 7 часов в день. Пианист Дмитрий Башкиров, профессор высшей музыкальной школы имени королевы Софии в Мадриде, в своё время объездил с концертами полмира, но на Мальте так и не побывал. Изучить местные достопримечательности успевает только по пути в концертный зал. Финал конкурса в зале с ещё более богатой историей. Репабрик Холл построен Орденом Святого Иоанна в 16 веке. Когда приглашённый на фестиваль американский альтист Дэвид Аарон Карпентер увидел Холл, не устоял перед искушением сыграть здесь, на своём инструменте 18 века. Мальта – удивительное место. Культура, история. Посмотрите вокруг, это же фантастика. Государственный симфонический оркестр Армении на Мальтийском фестивале практически не покидает сцену. 13 выступлений за две недели музыкального марафона, две репетиции, концерт. Это 9 часов музыки в день. Выступаем каждый день, каждый день новые программы, новые артисты, премьеры, ни одна программа не повторяется. На фестивале несколько премьер композитора Алексея Шора. По профессии он математик. Музыку начал писать в 40 лет. Уже второй год он – композитор-резидент Мальтийского фестиваля. В симфоническом цикле «Образы Великой осады» отразил историю острова. Великая осада Мальты, 1565 год. Здесь, на острове, отважные рыцари ордена Святого Иоанна сдерживали наступление войск Османской империи. Осада длилась несколько месяцев и закончилась победой мальтийских рыцарей. Произведение Шора для двух оркестров. Первый исполнитель – симфонический оркестр Армении и мальтийский филармонический. И это уже часть истории Мальтийского международного музыкального фестиваля. Лидия Алёшина, Александр Капустянский, Юрий Александров. Новости культуры. Мальза. Композитор Алексей Шор заслуживает особого упоминания. И встречу с ним на острове Мальты упустить было нельзя. В России не бывает. В один ряд с другими современными композиторами поставить его, может, и можно. Но только, наверное, для того, чтобы он олицетворял то, что сказал однажды Готфрид Лейбниц, философ и математик, старший современник Йоганна Себастьяна Баха. А сказал он буквально следующее. Музыка – это тайное арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная. Сказано три сотни лет назад. А слова эти ни очарования не потеряли, ни актуальности. Алексей, все очень живо реагируют на то, что вы композитор-математик. А вы сами для себя как связываете эти две профессии? И та, и другая требует способности держать в голове довольно большое количество информации. И та, и другая требует большой аккуратности. Потому что в математике малейшая ошибка просто превращает весь текст в полную бессмысленность. В музыке любая ошибка приводит к тому, что публика вздрагивает и не понимает, что тут произошло. То ли оркестр ошибся, то ли... Поэтому, в общем, нужно быть очень аккуратным, нужно все много раз проверять. Какая-то область в математике привлекала вас всегда больше, чем прочее? Наверное, так, чтобы этот ответ был интересен кому-нибудь, кроме специалистов, меня можно описывать как геометра и специалиста по динамическим системам. Полезная профессия. Вы бы не пропали, если бы не стали сочинять музыку, я думаю. Я всю жизнь ее и не сочинял, я всю жизнь математиком работал. А сочинять музыку начал лет шесть назад. Так у вас даже нет специального музыкального образования? Нет, я полностью самоучка. Вы считаете математику разновидностью творчества? Вне всякого сомнения. Есть знаменитая история, которую все математики знают, о том, как один очень известный английский математик начала 20 века отвечал на... Его спросили, что случилось с каким-то из его студентов. Он сказал, а этот ушел в поэта. Ему для математики не хватало воображения. Расскажите о первом сочиненном вами произведении. Я много чего написал, что абсолютно не заслуживает того, чтобы его кто-нибудь когда-нибудь слушал. Просто так баловался для себя, писал. Но в какой-то момент я тоже в шутку для друзей написал вариации на тему мурки. У меня есть приятель, Дэвид Аарон Карпентер, который замечательный альтист, с которым мы просто дружили. Он даже не знал, что я музыку пишу для развлечения. Но он просто пришел в гости, увидел на столе партитуру, посмотрел на эту музыку и сказал, что она ему очень нравится, и он ее хочет играть. Ну, и я ему сказал, что это так шутка, что вообще это только для русских. Но он, тем не менее, вцепился в эту партитуру и сказал, что ему очень нравится, что ему все равно, на какой песне это все основано. Для него это замена Чарда Шумонти, который он все время играет. И вот он настаивает, чтобы я это дело привел в порядок, чтобы ее можно было играть на публике. И вы соблазнились? Да, я соблазнился. Он ее сыграл. Мы сделали ролик на YouTube. И неожиданно у этого ролика было несколько сотен тысяч просмотров. После этого он уже все время стал просить меня, чтобы я больше и больше писал. Некоторое время я писал только для него. А потом и другие люди стали посылать заказы. Если слушать вашу музыку, Алексей, и не знать, что ее написал современный композитор, может показаться, что ее сочинил романтик начала XIX века. Это для меня самые замечательные времена в истории музыки. То есть представьте, от рождения Баха до смерти Шумона меньше 200 лет. И какое количество замечаний. Самая хорошая музыка, по моему пониманию, написана в это время. Вы никогда, Алексей, не опасались попасть под влияние других авторов? Начать им подражать? Или, может быть, уже подражаете? Не опасались такого? Нет, я, честно говоря, не опасался. Если я кому-то и подражаю, то скорее великим композиторам XVIII-XIX века даже это меня не очень беспокоит. Я не очень гоняюсь за оригинальностью. Я, если музыка нравится публике, то мне все равно, если кто-то считает ее подражанием. Мне приходилось слышать от знатоков, что классическая музыка – это предел развития музыки вообще. Что вся музыка, написанная в новейшее время, написана только для того, чтобы быть не похожей на все, что создавалось прежде. А вы как считаете? Мне кажется, это слишком радикальное утверждение. Не всякого сомнения, в XX веке было много людей, которые писали музыку, потому что у них так душа лежала, а не потому что они просто пытались написать что-то оригинальное. Спасибо, Алексей. Спасибо. Кто изобрел телефон? Тут имеются разночтения. Вроде бы Александр Белл в 1876 году. Патент получил все по чести. Но 16 лет назад было признано, что телефон изобрел другой человек – Антонио Меуччи. Он экспериментировал с воздействием тока на человеческий организм. И говорят, во время одного из сеансов присоединил проводки к рту больного, а сам примастился у генератора в другой комнате. Внезапно он услышал возглас пациента и сделал открытие исторической важности – ток может переносить звук на расстояние. В новом музее истории телефона в столице аппарата Меуччи, увы, нет. Аппарат Белла есть. Анна Щербакова расскажет подробнее. А как же мне вызвать абонента? Здесь есть кнопочка. Это так называемый батарейный вызов. Главный экскурсовод Владимир Цукар 55 лет проработал инженером электросвязи. Про телефоны знает всё. В новом музее не просто показывает старинные аппараты, но и делится советами. Если разговор затягивается, то можно на эту подушечку облокотиться и вести разговор так более удобно и более длительное время. Именно так разговаривали по телефону в 1890 году. Вести беседу можно было только с одним единственным человеком, максимум на расстоянии 200 метров. А это первый телефонный аппарат в мире – трубка Белла. Долго считалось, что именно он изобрёл телефонию. Но в 2002 году произошла сенсация. Конгресс США признал подлинный изобретатель телефона Антонио Меуччи. За пять лет до подачи Беллам заявки на патент Меуччи подал свою заявку. Но, увы, он был эмигрантом. Он плохо знал американские законы и плохо знал английский язык. И ещё он совершил ошибку. Он поделился с клерком компании Вестерн Юнион своими чертежами и опубликовал заметку в газете. В итоге, несмотря на многочисленные суды, он так и не добился правды и умер в бедности и безвестности. Когда же умер Александр Белл, все телефоны США, более 13 миллионов, были отключены в течение минуты молчания. В музее за каждым телефоном своя история. Здесь более пяти сотен аппаратов, а всего коллекция Виталия Язопова насчитывает около двух тысяч. За чуть больше 10 лет мы собрали, наверное, одну из крупнейших коллекций. Экспонаты оригинальные. В этом их ценность. Многие из них в единичном экземпляре. А также многие в рабочем состоянии. Проверить можно прямо на месте. Телефоном пользовались и в царской семье Романовых. Такой был у супруги Николая II Александры Фёдоровны. Декорирован под заказ модель немецкой фирмы Mix & Genest. Аппарат связывал абонентов на расстоянии 10 километров. Предполагается, что он находился в сиреневом кабинете Александрийского дворца. Чтобы осуществить звонок, царская особа крутила специальную ручку. Появлялся ток и, соответственно, сигнал. Ещё один из технических секретов — пропущенный звонок на старинных телефонах. Ещё сто лет тому назад была реализована такая функция, как пропущенный вызов. Посмотрите, пожалуйста, это звонок телефона. И если вызов поступил, эта планочка откидывается. Первые телефоны выглядели так. Все детали наружу. Этот аппарат, изобретённый в 1890-м, стал настоящей визитной карточкой шведской компании Ericsson. Их называли телефоны-скелеты. Такие были в США, Европе, в том числе и в России. А вот модель норвежской компании «Электриск» — бюро крестьянея выпускалась ограниченным тиражом. Подставка с ножками в виде львиных лап, корпус, украшенный норвежским национальным цветочным орнаментом, не только средство связи, но и произведение искусства, до сих пор считается одним из самых красивых телефонов в мире. В коллекции телефоны всех возможных видов есть и корабельный, например. Этот достали со дна моря. Там он пролежал целый век. Благодаря тому, что телефон стойкий к воздействию морской соли, он сохранился символично. Подобный аппарат был и на «Титанике». Среди моделей и один из самых первых мобильных телефонов в мире — Nokia 1980 года. Чтобы ходить с таким модным аппаратом, надо было иметь хорошую физическую форму. Он весил от 3 до 5 килограммов. Тем не менее, это того стоило. Телефон сокращал расстояние между людьми. За такими аппаратами работа тысяч учёных, инженеров, дизайнеров. Каждый телефон имеет свою технологическую биографию, которую готовы рассказать в музее. Для этого здесь выделили специальную площадку для проведения лекций. Анна Щербакова, Александр Подкоха, Александр Садольский. Новости культуры. Международный день танца через несколько часов сменится международным днём джаза. В ноябре 2011 в ЮНЕСКО задумались, наконец, о роли джаза в содействии миру и диалогу между людьми. И 30 апреля следующего года в Париже был отпразднован первый международный день джаза. В большинстве стран мира этот день не проходит незамеченным. Джаз многие относят сегодня в категорию элитарной музыки. Отдушины эстетов называют. Но он, простите, даже в трамвае звучит как надо. Вот убедитесь, это сегодняшнее видео из Петербурга. Джаз-бенд Фёдора Кувайцева. Участник празднования Международного дня джаза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было и будет в эти дни, что посмотреть, кого послушать, о чём подумать. Увидимся через неделю. Продолжим разговор. Будьте здоровы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова